Всем привет! Это новости из Турции. Самое мощное землетрясение столетия произошло в Турции. Землетрясение произошло в районе Пазарджик, в провинции Кахраман-Мараш, в 4 часа 17 минут по московскому времени. Позже еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 произошли в провинции Гази-Антеп. В Турции после землетрясения в Кахраман-Мараш зарегистрировали 78 повторных подземных толчков. Спустя несколько часов после первого землетрясения в Управлении по чрезвычайным ситуациям республики объявили, что магнитуда авторшоков, или же проще говоря повторных толчков, в Турции стала снижаться до 3,9 и 4,1. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Крахман-Мараше, Гази-Антепе, Хатае, Османии, Адыямане, Малатье, Диякар-Бакыре. Жертвы и разрушения. По последним данным, на юго-востоке Турции погибло 284 человека, 2323 получили ранения. Больше всего пострадал район Кахраман-Мараш, где умерли не менее 70 человек. В провинции Османии в результате землетрясения погибло по меньшей мере 5 человек. Изначально сообщалось, что в провинции Шанлаурфа погибло по меньшей мере 10 человек, затем число выросло до 15. Разрушения зафиксированы в Адане, Гази-Антепе, Дияр-Бакыре, Кахраман-Мараше, Малатье, Шанлаурфе. Рухнуло более 1700 домов, в том числе многоэтажные дома. Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу. Разрушения наблюдаются в провинции Дияр-Бакыр. Рухнуло восьмиэтажное здание. В городе Шанлаурфа разрушилось 16 домов. В Османии 34 здания. Как минимум 5 человек погибли. В провинции Малатья обрушилось 130 зданий. Более 100 человек получили травмы, погибли не менее 23 человек. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях. Всего произошло 22 авторшока, сообщил глава МВД Турции. Эрдоган заявил, что МВД, Минздрав, Спасатели и другие ведомства начали устранять последствия землетрясений. Тем временем люди из-под обломков обрушившихся домов просят о помощи через соцсети. Также местное издание публикует видео серьезного пожара в Кахраман-Мараше. После землетрясения горит газопровод. Власти страны запросили срочную международную помощь. Землетрясение в Турции разрушило единственную взлетную посадочную полосу в аэропорту Хатай. Землетрясение магнитудой 7,4 уничтожило взлетно-посадочную полосу аэропорта на юго-востоке Турции, передает издание CNN Turk. На кадрах видно, что полотно фактически раскололось. Воздушная гавань пока не будет принимать самолеты. По данным газеты Яниша Фак, при землетрясении обрушилась историческая крепость в провинции Газиантеп, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепость находится в одноименном городе. Под завалом могут находиться десятки людей, и еще сотни получили серьезные ранения. Крепость датируется вторым веком нашей эры. Ее построили римляне. На юге Турции, в провинции Хатай, произошел взрыв на газопроводе. Вероятно, ЧП связано с землетрясением. Сейчас там виден огромный факел огня. Информация о россиянах. Посольство РФ в Анкаре и Генеральное консульство в Анталии и Стамбуле не получали данных о пострадавших при землетрясении россиянах. В зоне землетрясения нет организованных российских туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Она отметила, что ЧП произошло далеко от туристической зоны. Действия властей. В республике объявили самый высокий уровень тревоги. Он предусматривает международную помощь. В Анкаре организовали экстренный центр в здании управлений по чрезвычайным ситуациям. В его работе принимают участие вице-президент Фуат Актай, глава МВД Сулейман Сойлу, министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум. О ситуации в пострадавших от землетрясений регионах проинформирован президент республики Реджеп Эрдоган. На юго-восток Турции из других регионов направили спасательные расчеты для извлечения из-под завалов людей. Турецкий красный полумесяц начал поставлять запасы крови для оказания помощи пострадавшим. В организации призвали жителей республики сдавать ее дополнительно. Для участия в устранении последствий землетрясений ВВС Турции задействовали транспортные самолеты. Аэропорты городов Кахраман-Мараш и Газиантеп прекратили обслуживать гражданские рейсы. Ущерб от землетрясений в Турции может достигать 15 миллиардов долларов. Жертвы могут исчисляться десятками тысяч. Президент Турции провел телефонные разговоры с губернаторами провинции Адана, Малатья, Газиантеп, Дияр-Бакир, Хатай, Ады-Аман, Османия, Шанлы-Урфа. Главу государства проинформировали о последствиях землетрясения и о ходе поисково-спасательных работ. Разрушительные землетрясения в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Терске, Греческом Кипре и Ираке. Турецкие сейсмологи сравнили произошедшее с землетрясением 1999 года. Тогда недалеко от Стамбула в Измите на побережье Мраморного моря произошло самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7,7. Погибли почти 17,5 тысяч человек. И исходя из свежих новостей, новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции в 13 часов 24 минуты по московскому времени сегодня. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции или просто развивать свой кругозор, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и активируйте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч!